Дни Израиля в Москве совпали в этом году с днями проведения 7-го московского еврейского кинофестиваля. Фильмом открытия стала анимационная драма российского режиссера Ари Фольмана «Где Анна Франк?». Лена Мулзак побывала на торжественной церемонии. Самый молодой и крупный еврейский кинофестиваль в России в седьмой раз готов удивлять. Ну а первый еврейский знает и покажет все в деталях. Перипетии человеческой жизни всегда были и остаются предметом интереса кино. Московский еврейский кинофестиваль в седьмой раз представляет более 50 картин из разных стран мира, которые отражают взгляды авторов, представляющих еврейскую культуру. Фильмы рассказывают о чувствах и моральных проблемах, поисках себя и смысла жизни, знакомых каждому человеку. В этом году организаторы особое место уделили не очень раскрученной теме кинематографии, трагедии в Бабиньеру. «Фестиваль очень важен как для еврейской аудитории, так и для российской аудитории познакомить с известными еврейскими темами и режиссерами». «Для нас еврейский фестиваль – это очень важное событие. По-моему, мы не пропускали ни одного открытия еврейского фестиваля. Мы смотрим еврейское кино. Тем более, сегодняшний режиссер – он израильцанин, которого я знаю уже очень давно по его первому анимационному фильму про армию Израиля». «Что касается израильского кино, это фильм всегда о человеке, всегда в заботе только об одном – чтобы было лучше всем. И что, не дай бог, поднимать на кого-то руку, лучше друг с другом обниматься». «Седьмой еврейский кинофестиваль» открылся в Москве показом анимационной драмы «Где Анна Франк». Картину зрителям представили ее режиссер Ари Фольман и продюсер проекта Александр Роднянский. Над фильмом трудились 350 художников из 40 стран. Часть фильмов фестиваля в этом году организаторы проверили на кошерность – культа человеческого тела, насилие или нарушение заповеди. «Мир разнообразен. И самое главное – это нам научиться жить в условиях взаимопонимания, толерантности, эмпатии, сочувствия друг к другу». «Это дает возможности показать и еврейскую культуру, и показать всем, кто ее, может, плохо еще знает, и немножко показать даже нам, всем, членам еврейских общин во всем мире, что происходит в других общинах, кто что делает. И я считаю, что это очень интересно». В составе жюри еврейского кинофестиваля представители прокатных компаний, видеосервисов, режиссеры, актеры, киноведы, писатели, журналисты. А возглавил его американо-канадский режиссер, сценарист, продюсер Вадим Пилерман. По итогам фестиваля определятся обладатели призов статуэток «Ключ к открытиям», символизирующих положение еврейской культуры, стоящие на стыке взаимодействия с самых разных стран и национальности. Победители будут объявлены в категориях «Лучший фильм», «Лучший документальный фильм», «Лучший короткометражный фильм», «Лучший документальный короткометражный фильм» и «Приз жюри». Передать еврейскую культуру, еврейские мышления, еврейских создателей и передать публике, и не только евреям, а широкой публике. Душа человека – свеча Всевышнего. Наверное, это и есть девиз фестиваля, который выбран в этом году. Более трех тысяч лет, да, уже в районе трех тысяч лет еврейский народ ходит по миру в поисках себя, самоидентичности, в поисках Бога. И, наверное, в этом и есть задача фестиваля – собрать со всего света вот эти искры святости, если хотите, искры знания и передать их людям. Этот фестиваль – единственная площадка в России для популяризации еврейского кино. В рамках фестиваля организованы образовательные мероприятия. Для каждого фильма Оркоимитет организует творческие встречи и дискуссии с его создателями, привлекает профессиональных спикеров для лекций, мастер-классов и обсуждения тем, поднимающихся в картинах. Информационным партнером 7-го Московского еврейского кинофестиваля выступил Первый еврейский канал.